МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире время новостей МИАС. С обзором событий вас познакомят мои коллеги и я, Ирина Гранастаева. Смотрите сегодня в выпуске. Избирательные участки станут доступнее. В Челябинской области пункты голосования подготовят для людей с ограниченными физическими возможностями. Комфортная городская среда. А председатель ЗАГСобрания области Владимир Мякуш проверил состояние дворов МИАСа. Живем по-настоящему в детском центре «Радуга» помогают бывшим воспитанникам и их семьям. Более 10% всех избирательных пунктов области не соответствуют критериям доступной среды. С таким заявлением выступил председатель избирательной комиссии Челябинской области Сергей Абертас. Доклад о подготовке к предстоящим выборам 2018 года был озвучен на сегодняшнем совещании в правительстве области. В Челябинской области в период подготовки к предстоящим президентским выборам проведена ревизия избирательных участков. Задача выявить пункты, не соответствующие критериям доступной среды. По итогам работы комиссии основным нарушением оказалось расположение места для голосования выше первого этажа. Первый июнь из 2285 избирательных участков выше первого этажа у нас располагалось 337 участковых избирательных комиссий, что составляло 15% от общего их количества. И уже на 1 ноября 2017 года мы видим снижение, и у нас в данный момент 11% участков не соответствуют критерию доступности, максимальной доступности, и это количество уже 252 участка. Сергей Абертас отметил, что в силу архитектурных особенностей избирательных участков несоответствие нормам выявляется в основном в городских округах, таких как Златоуст, Катаф-Ивановск, Озерск, Магнитогорск и Миас. 90% таких участков станут доступными для инвалидов на Южном Урале. План выполнят к грядущим выборам президенты. В докладе Сергей Абертас отметил, что со следующего года голосовать можно будет не по месту жительства, а по месту пребывания. Также на каждом избирательном участке постараются внедрить электронное голосование. В Миас инспекции председатель законодательного собрания области Владимир Мякуш проверил, как выполняется в Миасе программа «Комфортная городская среда». С этой целью он посетил несколько дворов, пообщался с жителями и призвал их активнее подключаться к дальнейшему благоустройству придомовых территорий. Для приема заявок на выполнение работ в будущем году остались считанные дни. На первый взгляд очень кастерно сделаны работы. Такую оценку увиденному председателю законодательного собрания области Владимир Мякуш дал в первом же дворе, который посетил в ходе инспекционной поездки. На проспекте Октября 21 минувшим летом заасфальтирована дорога и тротуары. И это результат программы «Городская среда», о которой напоминает табличка на подъезде. В следующем году усилия будут направлены на организацию детского досуга. Теперь нужно благоустраивать двор, правильно говорить, нужно детских городов. На импровизированной встрече с жителями Владимир Мякуш отметил, что ремонт дворовых территорий будет проходить в комплексе. Там, где благоустройство начато, работы не остановятся. Дойдет дело и до игровых площадок, и до освещения. В проекте областного бюджета на 2018 год вновь предусмотрены полтора миллиарда рублей на приведение дворов в порядок. В центральной части города председатель законодательного собрания осмотрел еще несколько дворов на Гвардейской 17-21 и Парковой 5, после чего поделился общим впечатлением. В Мясте, в частности, я заметил высокое качество работ, связанных с асфальтированием внутри дворовых дорог, тротуаров. Сделано все очень качественно и с душой. Ну и, по-видимому, конечно, здесь жители контролировали это качество работ, потому что при встрече с ними, разговаривая, узнаешь такие тонкости, что они даже просили сертификаты на щебень. Уличная часть визита завершилась на пешеходной аллее «Колесо времени» и реконструированной центральной площади. На их ремонт в рамках той же программы благоустройства выделено 20 миллионов рублей, и председатель законодательного собрания убедился в эффективности затрат. Чуть позже Владимир Мякуш, как руководитель областной партийной организации «Единой России», принял участие в конференции местного отделения, где во время отчетного доклада тоже была затронута тема благоустройства. Работа над ошибками большого видеочаса по проекту «Колесо-городская среда». В 2017 году мы бежали, где-то были вопросы, связанные уже с наложением снежного покрова. На сегодняшний день работа началась у нас раньше. Большая увлеченность жителей в данный проект. Владимир Мякуш отметил еще раз позитивные изменения в МИАСе, связанные с благоустройством дворов, и подчеркнул при этом роль полицовета местного отделения «Единой России» в стабилизации политической ситуации. Не секрет, что в последние годы территория города МИАСа носит турбулетный характер, что-то лихорадит, какие-то тут конфликты. И вот главная задача, вернее, полицовета – сделать все, чтобы здоровые силы объединились, и полицовет выполнял лидирующую, руководящую роль. Сплочение рейдов приобретает особую актуальность накануне предвыборной президентской кампании, которая официально начнется уже в декабре. Дмитрий Скляров, Андрей Назарук, Котовый МИАС. Где найти работу, какие профессии сейчас востребованы, сколько свободных мест сегодня на предприятиях города? Ответы на эти вопросы МИАСы нашли на ярмарке вакансий, встретившись с проверенными и надежными работодателями. Подробнее в нашем сюжете. Место сегодня ищут работу не только для себя, но и для близких. Людмила Андреева впервые пришла на ярмарку вакансий, чтобы помочь внуку устроиться на предприятие. Сейчас они определились с нужным направлением. Сейчас записались, анкету заполним. Думаю, что это пойдет. Хочется же официально устроиться. Людям проще устроиться. Все равно как-то здесь сами представители находятся. Они уже предлагают конкретно и анкеты, и все. А не то, что мы там в Евразии смотрим. Число вакансий в МИАСе сейчас около тысячи. Именно поэтому такие ярмарки проходят два раза в год. Осенью и весной. Рассказывает директор центра занятости Александр Иванов. Предприятия с охота принимают в них участие. Сегодня у нас присутствует более десяти предприятий. И предоставили они уже более сотни вакансий. Главный критерий, который обращают работодатели, это опыт работы. Смотрят опыт работы и квалификацию смотрят. А для тех, у кого опыта работы еще нет, предусмотрена специальная программа поддержки молодых специалистов. О ней можно узнать подробнее по телефону центра занятости. 53,88,90. Отмечу, что работу предлагают не только в МИАСе, но и в других городах. Это Челябинск, Санкт-Петербург, города Крыма и Московской области. Много работы вахты. Но особенно не хватает специалистов технических направлений, таких как инженер-технолог, инженер-конструктор. А также дефицит кадров наблюдается в машиностроительной отрасли. Ярмарку вакансий в этот раз посетили больше 400 миасцев. Из них направление на работу получили 183 человека. Наталья Ходоковская, Юрий Карпов, ОТВ. Заплати долг, получи приз. Акционерное общество НСР объявило о начале традиционной акции «Добросовестный потребитель». Главное условие для участников – отсутствие задолженности за тепло и воду перед ресурсоснабжающей организацией. Также в дни проведения мероприятия должники смогут погасить свои долги на выгодных условиях. Акционерное общество НСР объявило о начале традиционной акции «Добросовестный потребитель». Акция проводится среди жителей центральной части города. Принять участие может любой собственник жилого помещения в многоквартирном доме, не имеющий задолженностей за отопление и горячее водоснабжение. Для того, чтобы принять участие в акции «Добросовестный потребитель», необходимо заполнить анкету участника, а также предложить копию последнего платежного документа, подтверждающего оплату предоставляемых коммунальных услуг. Заявки принимают по адресу «Романенко, 50». Мясцам, у которых есть долг по коммунальным платежам, компания НСР также предлагает принять участие в акции. Для этого собственникам жилья необходимо погасить задолженность за отопление и горячую воду. Сделать это во время акции можно на выгодных условиях. Накопившееся пение будет списано в качестве бонуса. По итогам акции «Добросовестный потребитель» выберут победителей, которые станут обладателями ценных призов. Молодым родителям обычно помогают близкие родственники. Им не страшно доверить ребенка, если маме нужно отлучиться или просто отдохнуть. Выпускникам Центра помощи детям часто не к кому обратиться за такой помощью. К счастью, полгода назад в Центре «Радуга» запустили проект «Живем по-настоящему». В рамках программы постинтернатного сопровождения волонтеры Центра помогают выпускникам воспитывать их детей. Какой это цвет? Мясо. Молмогой. А вот это какой? Кирилл раскрашивает картинки и учит цвета под присмотром воспитанницы Центра «Радуга». Рядом его брат Саша учится читать. Мальчики растут в многодетной семье. Их мама одна воспитывает четверых детей, а сама она – выпускница Центра помощи детям «Радуга». Пока старшими детьми занимаются волонтеры, мама Мария может уделить больше времени младшенькому Андрюше или просто отдохнуть. У меня сложилась тяжелая ситуация в жизни, когда просто поддержка потребовалась. И дети обычно куда обращаются? В родительский дом за помощью. И также я обратилась в эти родные стены. А здесь дети получают развитие, общение. Они здесь на какие-то культурные мероприятия ходят. То есть это все бесплатно. И для меня это очень большой плюс. После занятий волонтеры, родители и дети садятся вместе пить чай с тортом. Все как одна большая семья. Помощь выпускникам Центра – это социальный проект воспитанников «Радуги». И часть межрегионального проекта «Живем по-настоящему». Полгода назад в Центре помощи детям организовали добровольческую команду «Вместе весело шагать». В рамках вот этого социального проекта «Живем по-настоящему» они приходят к ним на дом. Могут посидеть с малышами, пока мамочки решают вопросы. Приглашаем их к нам в Центр. Устраиваем, проводим им игры, творческие мероприятия, мастер-классы, какие-то развлечения. Например, в цирк недавно ходили вместе. Изначально в проекте приняли участие 10 добровольцев. Но сейчас присоединяются все новые ребята. Они охватили вниманием почти 30 малышей. Это дети выпускников «Радуги», дети из замещающих семей и младшие воспитанники Центра. Проводим с детьми разные мероприятия спортивные. Занимаемся, читаем книжки, лепим из пластилина. Выступаем для них, чтобы улыбкой мне нравится этим заниматься. Сегодня основная часть команды вместе с руководителем Викторией Матрук отчитались о своей работе перед руководителями проекта в Челябинске. Вместе с другими командами подводят итоги года. Например, один из проектов заключался в благоустройстве территорий. Дети сами очистили берег реки Миас в Калининском районе Челябинска. И собрали около тонны мусора. Высадили сотни деревьев. Теперь планируют установить больше скамеек и урн. Деньги на реализацию дали добровольные инвесторы. Я горжусь командами, я горжусь ребятами, которые смогли преодолеть иждивенческие настроения, которыми, к сожалению, живет сегодняшнее сиротство России. Они смогли понять, что дарить приятнее, чем получать. Это тоже очень большой результат. Они смогли понять радость коллективного труда для людей, которые живут рядом с ними, неважно, кто это. Участие в проекте «Живем по-настоящему» приняли около 40 школ-интернатов и центров помощи детям регионов России. Шесть из них из Челябинской области. По результатам сегодняшнего годового отчета выберут 25 самых активных детей из нашего региона. Они отправятся в Москву. Организаторы проведут официальное награждение и покажут столичные достопримечательности. А свои проекты дети продолжат. У меня на сегодня все. Наши сюжеты доступны на сайте 1обл.ру, а также в группе ВКонтакте, телевидение Миаса. Предложить свою тему для сюжета можно по телефону 25 0055. Спасибо, что были с нами.